Всем привет! В мире полным-полно самых странных вещей. Некоторые заставляют поражаться разнообразием всяких штук на нашей планете, другие вызывают искреннее непонимание, а третьи... Впрочем, не будем забегать вперед. В сегодняшнем видео мы собрали для вас самые удивительные вещи, которые вы не видели никогда в жизни. Предупреждаем, что-то может вас по-настоящему шокировать. Готовы? Тогда поехали! Кошелек-рот Есть вещи, глядя на которые хочется сказать, что? Зачем ты это сделал? И это определенно одна из них. Японский диджей и, ну, очень творческий человек почему-то очень любит создавать предметы, якобы обтянутые человеческой кожей. Конечно, это не настоящая кожа, но выглядят эти диджейские пульты, чехлы для телефона и зарядные устройства все равно как-то пугающе. И вот новое произведение странного искусства. Кошелек в виде мужского рта, с губами, зубами и даже щетиной. Нет, мы понятия не имеем, зачем было создавать нечто такое. Честное слово. Мед в космосе Пожалуй, можно прибавить к любому обыденному предмету или действию слова в космосе и получится нечто оригинальное. Нечто то, что почти никто никогда не видел раньше. Просто потому что, эй, как много людей побывали на борту МКС и испытали на себе все странности космоса. Вот именно. Так что, когда астронавт канадского космического агентства Давид Сен-Жак в невесомости открыл банку с медом, получилось неожиданно круто. Вы наверняка представляете, что будет, если перевернуть емкость с жидким медом на бок где-нибудь у себя на кухне. Правильно, он вытечет и, скорее всего, прибавит вам проблем с уборкой. Но в космосе все иначе. Условия невесомости изменили мед. Там, где нет гравитации, он вытягивается, образуя что-то вроде сладкой ленты. Довольно прочной ленты, которая не порвалась, несмотря на то, что астронавт вращал крышку. Музыкальное электричество Слышали про катушку Теслы? Конечно, кто же о ней не слышал. А некоторые даже видели своими глазами принцип работы этого необычного устройства. Ну или хотя бы встречали в каких-нибудь фильмах и сериалах. В основном трансформаторы Теслы используются для создания различных световых и электрических эффектов на всевозможных выставках, шоу и в музеях технического плана. Потому что они смотрятся действительно круто. Но некоторые особенно оригинальные творческие люди находят катушкам иное применение. Отличный пример – музыкальная группа под названием Аркотяг, которая буквально превращает в своеобразную музыку электричество. Нет, не путайте, речь не про электронную музыку. Они действительно заставляют звучать напряжение в 1 миллион вольт, вырабатываемые двумя катушками Теслы. Стоит сказать, что сами по себе устройства могут разве что издавать гул. Однако эти трансформаторы вырабатывают дуги электрических зарядов, которые не только освещают сцену необычным образом, но и поют на нужных частотах. Выступление электричества может сопровождать гитарист в специальном костюме, а также робот-ударник, все механизмы и цепи управления которого имеют защиту и способны выдерживать воздействие сверхвысокого электрического напряжения. Можно ли сказать, что арк и так используют науку для создания музыки? О да, ведь они фактически превращают молнию в звук. Кто еще на это способен? Батут-сэндвич Многие в детстве прыгали на батутах. Некоторые прыгают на них и сейчас, во время занятий определенным бидом гимнастики или просто так, для развлечения. Возможно, вам даже приходило в голову, что будет, если прямо над батутом разместить другой батут. Будет ли человек пружинить между ними? Сможет ли остановиться? А что, если батуты при этом будут еще и двигаться? Никогда не задумывались о подобном. Что ж, мы нашли людей, которые не только фантазировали, но и воплотили свои фантазии в жизнь. И выглядит все это просто невероятно круто. Виртуальная анестезия Серьезные операции чаще всего проводятся под общим наркозом. Но у него есть свои минусы. Во-первых, побочные эффекты, которые чаще всего возникают после. А во-вторых, стоимость. Далеко не каждый пациент и даже не каждая клиника может позволить себе использовать такую анестезию. Особенно, если дело касается малообеспеченного населения и государственных клиник. И мексиканский врач Хосе Луис Мосса-Васкес придумал, как справляться с этой проблемой. Вместо общего наркоза хирург использует гарнитуру VR и местное обезболивание. Согласно, звучит странно и даже слегка безумно, но это действительно работает. По словам медика, использование виртуальной реальности позволяет уменьшить стресс от медицинских процедур и, как следствие, использовать меньшие дозы обезболивающих. И логика тут довольно простая. Когда человек видит, как с его конечностью или другой частью тела работает хирург, пациент переживает. Это касается даже людей, которые не боятся врачей. Надев очки виртуальной реальности пациенты не увидят ни скальпелей, ни другого медицинского оборудования, а вместо этого отправятся в захватывающее путешествие. Таким образом, операции стоят гораздо дешевле, и организм пациента не испытывает сильного стресса от общей анестезии. Впрочем, врач всегда держит на готове сильные препараты. Если возникнет проблема и человек начнет нервничать слишком сильно, хосы всегда готов ими воспользоваться. Подводный дровосек К лесорубам, которые занимаются деревьями на земле, все давно привыкли. А как насчет подводных дровосеков? На первый взгляд кажется, что никакая бензопила не будет работать под водой. Однако у этого парня не только получилось запустить устройство. Нет, он еще и сумел отпилить им немного от бревна, лежащего на дне. Правда, лесорубы-подводники могут столкнуться с серьезной проблемой. Результаты их трудов очень быстро поднимаются на поверхность. Вот они, поплыли. Ну и как же прикажете рубить дрова в таких условиях? Сила звука Для того, чтобы погасить пламя, люди используют воду, песок или пену. Некоторые языки огня можно просто сдуть. Но не так давно ученые обнаружили новый способ. Они предлагают тушить огонь с помощью звука. Студенты университета Джорджа Мэйсона сконструировали рабочий прототип устройства, который использует звуковые волны для борьбы с огнем. Получилось что-то вроде сабвуфера, который направляет низкочастотные волны в конкретную точку. Конечно, волны не появляются сами по себе. Есть и генератор, который весит около 9 кило. Его приходится носить с собой. С точки зрения физики, эта технология очень проста. Звук усиливает скорость воздуха в области пламени и просто тушит его. И самым главным преимуществом перед химическими огнетушителями является то, что эта технология совершенно безвредная, чистая и абсолютно неразрушительная. Студенты уже запатентовали систему и собираются разработать коммерческий образец огнетушителя будущего. Они уверяют, что это может быть как компактный кухонный прибор, так и мощное устройство для эффективного тушения лесных пожаров. Голографический цирк История использования животных в цирковых представлениях насчитывает не один век. Однако в настоящее время все больше людей задумываются о том, насколько это неправильно. Только представьте, большую часть жизни, а иногда и всю жизнь, несчастные звери проводят в неволе. К тому же методы дрессировки чаще всего тоже не отличаются гуманностью. Зрители во всем мире отказываются от походов в цирк именно из-за эксплуатации животных. Для того, чтобы как-то исправить эту ситуацию, немецкий цирк Ранкалли, основанный в 1976 году, еще с 90-х стал уменьшать количество животных в представлениях. В конце концов, на помощь пришли технологии. Теперь вместо реальных зверей здесь используют голограммы. Для этого разработали специальную технологию проекции 11 устройств одновременно, которая позволяет показывать виртуальных зверей всем зрителям сразу. Голограммы позволяют цирку показывать зверей размером со всю сцену, а также любые другие виртуальные объекты. Впрочем, даже с введением виртуальных изображений большую часть номеров в Ранкалли все равно исполняют артисты-люди. Гоночные голуби К лошадиным и собачьим гонкам все давно привыкли. А как насчет такого же состязания, но среди голубей? Это особый вид спорта, в котором принимают участие специально обученные гоночные голуби. Их отвозят на дистанцию гонки в большом грузовике, а затем выпускают. Всех одновременно. И, признаемся честно, выглядит это очень эффектно. После освобождения птицы должны долететь до своего питомника, преодолев определенные расстояния. С помощью этого расстояния и времени, затраченного на полет, вычисляется скорость полета каждого из голубей. Предполагается, что голубиные гонки, как спорт, зародились еще до нашей эры. Но широкое распространение получили только в начале девятнадцатого века. В начале двадцатого они даже были неофициальным видом спорта на Олимпийских играх. Правда, вряд ли это соревнование можно назвать особенно захватывающим. Но в одном мы уверены точно. Момент, когда десятки, а то и сотни птиц одновременно вырываются на свободу – один из самых красивых, какой вы только видели. Лего Протез Конструкторы Лего – крутая штука, из которой можно собрать, кажется, все на свете. Чаще всего этим пользуются различные художники и скульпторы, а инженеры создают из разноцветных деталек высокотехнологичные игрушки. Но иногда в сети можно найти людей, которые без Лего как без рук. Буквально. Как известно, современный набор Лего включает в себя не только кирпичики и человечков, но и кучу других полезных деталей. Этим воспользовался парень по имени Дэвид Агилар. Дэвид родился без правого предплечья и самостоятельно собрал себе автоматизированный робопротез из конструктора Лего. Причем первый простенький протез мальчику удалось создать еще в детстве. Со временем он прокачал свой навык и даже стал изучать биоинженерные технологии в университете. Первая электронная версия протеза появилась всего год назад. И с тех пор Дэвид постоянно модифицирует модель, оборудуя ее новыми комплектующими и даже снабдив аккумуляторным питанием. Получился полностью функциональный протез, оснащенный электродвигателем, который позволяет сгибать руку, двигать пальцами и брать небольшие предметы. Ну а конечная цель парня – создание доступных протезов для тех, кто в них нуждается. И это действительно важно. Стоимость хорошего бионического протеза сегодня просто космическая и исчисляется в тысячах, а то и в десятках тысяч долларов. Поэтому любой, кто сможет изменить ситуацию, станет для человечества настоящим героем. Выцарапанные портреты Наверное, каждый человек хотя бы однажды видел граффити на какой-нибудь стене. Это могло быть настоящее произведение искусства или простая подпись художника в самом неподходящем месте. Неважно. Но работы уличного художника Александры Фарто действительно отличаются от других. Ведь он создает свои картины не только при помощи аэрозольных баллончиков с красками. Создав эскиз будущего рисунка, Александра начинает кропотливый процесс расщепления, пиления и сверления выбранной стены на различную глубину. Все верно. Художник буквально выцарапывает свои картины в стенах и делает это очень красиво. В качестве холста Александра использует дома старых кварталов, где еще сохранилась штукатурка, а также театральные афишные тумбы, заклеенные афишами толстым слоем. Потом уже он добавляет дополнительные цвета или затенения на те участки стены, которые были вскрыты. И получается настоящее произведение искусства. Псс, дружище, хочешь немного новых технологий и крутых гаджетов? Мысленно уже находишься в будущем? Тащишься от больших машин и не представляешь своей жизни без роботов? Загляни на тех зон и найдешь целую кучу этого добра. Ссылка находится в описании. Заинтересовали? Ну вот и отлично! Субтитры сделал DimaTorzok